В августе нижнекамцы увидели в квитанции за ЖКХ новые суммы, подорожало все, газ, свет, вода и тепло. Неудивительно, что в эти дни и в дни переоформления субсидий Управление социальной защиты пользуется повышенной популярностью. Взволнованные повышением цен на коммуналку нижнекамцы торопятся получить положенные субсидии. По телевидению показывали, что очень много народу, аж это аж гул идет какой-то. Вот поэтому мы сейчас устойчивы вчера и пришли узнать, это на самом деле так. Раньше так хорошо было, а сейчас каждый день такой очередь достанет стал или нет. Первыми спешат переоформить льготы пенсионеры. Лучше раньше, чем опоздать, считают они. В итоге в первые дни перерегистрации в соцзащите столпотворение. Это беспорядок. Каждый раз приходит пенсионер. Пенсионерам мы говорим, приходите наши уважаемые пенсионеры в начале месяца. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, практически до десятого. Работающее наше население документы о своих доходах могут получить в первом триместре месяца. Так ведь? Мы это с вами знаем по опыту. Так нет, им нужно вот в первый день. Им надо обязательно в первый день. Получателей субсидий на тепло в Нижнекамске очень много. Около 50 тысяч домохозяйств. И урегулировать этот поток практически невозможно. Главный совет от специалистов – не спешить. И выждать пару дней с начала кампании, когда наплыв посетителей схлынет. Тем более, что впереди целый месяц. Кстати, чтобы не стоять в очереди за талоном, можно записаться по телефону или на портале госуслуг. И даже предоставить свои документы в электронном виде. Кроме того, пенсионерам старше 65 и инвалидам первой и второй группы в соцзащиту самим приходить не нужно. К ним соцработники придут на дом. Яна Чупахина, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.